Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную приманку для ловли судака. Но наша приманка с таким же успехом ловит щуку, сома, окуня, в зависимости от величины. Давайте приступим. Я погрузил крючок вольфрамом и сделал вот такую площадку из лески для поддержания хвостика будущей приманки. Так как длина хвостика будет очень большая. Давайте приступим. Закрепим вначале блестящие элементы у загиба. Элементы я буду крепить с двух сторон. Продолжение следует... И теперь помимо такого люрекса я добавлю несколько прядей зеленого цвета голографического люрекса. Так же укладываю все это по бокам. Промажем клеем и окончательно закрепим материал. Можно еще закрепить вот такую пленочку, чтобы 10 раз не мотать. Я буду ею обматывать в дальнейшем тело. Здесь же у загиба прихватим и теперь уже окончательно закрепим весь наш материал. Тело я буду изготавливать из даббинга, который у меня получается из подшерстка писца. Вы можете изготавливать из любого удобного материала. Главное, чтобы вы могли ровненько и хорошо заполнить тело. Желательно использовать белый цвет, так как я буду подкрашивать даббинг в дальнейшем. Можно зеленый сразу сделать, можно красный, как вы захотите. Изготовили тело из даббинга. Низ я подкрасил вот таким слегка желто-оливковым цветом, вверх красным. Теперь я беру щепоточку красного даббинга и укладываю его вот так вот сверху. И возьму щепоточку даббинга лимонного цвета и уложу его снизу. У загиба я закрепил леску и закрепил красную нить для дальнейшего крепления меха. Теперь я беру свою пленочку и аккуратно, так чтобы не утащить даббинг, начинаю обмоточку. С натяжкой по всему телу. Добавляем лимонный цвет. Добавляем лимонный цвет. Разминемся, поле захотите к нить для дальнейшегоals. И вот теперь я беруosen клуб. Так, доходим до формирования головки у колечка и крепим нашу пленочку. Закрепили. Промажем немножечко клеем. И сделаем пару узелочков, чтобы полиэтилен наш никуда не убежал вместе с ниткой. И теперь берем леской, крепко вдавливаем наше тело, пытаемся его просегментировать. Заодно мы его как раз еще хорошо и скрепим. Делаем парочку оборотов, крепим здесь леску и отрезаем. Я подготовил вот такой длинный кусочек шкурки меха кролика крашеного. В нем проделал отверстие и теперь мы с вами его оденем на наше жало. Для того, чтобы более качественно закрепить, нам необходимо будет снять крючок, поправить. Вот так. И всю конструкцию ставим обратно. В месте крепления у загиба я слегка намочу мех, разведу волос мех и здесь закреплю. Следим за тем, чтобы мы ниткой не утянули нашу шкурку влево или вправо. Посмотрели, подровняли. И теперь для завершения здесь все работы с красной нитью я промажу слегка нить и сделаю завершающий узел. Субтитры добавил DimaTorzok и теперь убираю мех чтобы мне не мешал закрепим еще один элемент я подготовил для воротничка вот такую шкурку тоже кроличьего меха крашеного но вырезал так чтобы у меня мех был направлен как поверьте в одну сторону для того чтобы мне удобно было мотать воротничок промажем место крепления меха клеем и у колечка сделаем пару-тройку оборотов мотать воротничка так как мех у нас уже направлен в сторону загиба нам большой надобности поправлять мех нет промотали и теперь у колечка отбираем остатки нашего меха и крепим прихватили остатки отрезали аккуратненько уводим весь мех сторону загиба промажем хорошо клеем и вместо крепления меха промотаем если мех по каким-либо причинам будет вам мешать можно его намочить вот так закрепили и теперь еще прав промажем здесь клеем и закрепим верхнюю часть меха аккуратненько разводим слегка намочил стороны мех подтягиваем нашу шкурку и здесь следим так же чтобы у нас ровно поверху находился наш мех подтянули и здесь закрепили хорошо промотаем место крепления и остатки удаляем для завершения нам еще необходимо закрепить вот такой небольшой пучочек красного ярко-алого меха я переворачиваю крючок и обозначу горлышко методом переламывания меха так чтобы в районе формирования головки у нас не пришлось очень много мотать вот так прихватили и теперь я сформирую головку и приклею глазки я приклеил глазки немножко вскрыл головку лаком и вот такая симпатичная приманка которая огружена вольфрамом достаточно жирненьким подвижным хвостом у нас получилось цвета пробуйте разные но больше всего в оливковом в белом цвете реагирует очень хорошо судак благодарю вас за внимание до скорых встреч 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 Продолжение следует...